Спасибо за поздравления! Что я чувствую? Конечно, я очень рад и доволен. Изначально план на финальный стол у меня был попасть в хэдзап. Это то, что я очень хотел сделать, так и получилось. Так что теперь я буду в принципе доволен любым результатом, с одной стороны, с другой стороны. Сейчас ответственность велика как никогда, потому что ни у кого из нас больше не будет, наверное, шансов бороться за браслет мейн-ивента в хэдзапе. Поэтому это единственный шанс за всю жизнь, который укусить его нельзя. Я больше постараюсь достойно сегодня у вас. Вчера был интересный финальный стол, шестеро игроков из PokerStars. Не думаю, что я вчера играл очень хорошо, свою лучшую игру, но так получилось, что когда мне заходили хорошие руки, люди почему-то пытались именно в этот момент блефовать против меня очень крупно. И практически все мои сильные руки за финальным столом, которые было не так много, два или три раза мне заходили очень сильные руки, практически все мне оплатили. Обычно я как раз выиграю много мелких банков, поддерживаю свой стек таким образом, но вчера у меня это не получалось. Вчера из-за того, что я не знаю, может быть, играл не очень хорошо, может быть, как-то так складывалось, не мог выиграть мелкие банки. Пришлось держаться за счет больших, так что не знаю, в принципе, все стало вчера хорошо, я доволен. Да, Питер, сильнейший игрок, был вчера за столом, он самый агрессивный был, он не сделал ни одной ошибки большой. Я сам, думаю, сделал две больших ошибки, которые стоили достаточно много фишек. Он же не сделал ни одной, он был самый агрессивный, он всегда выиграл много мелких банков. Такая игра позволяет очень стабильно наращивать стек без какого-то большого риска для себя, поэтому, я думаю, он вчера был самым сильным игроком за столом, и сегодня, я считаю, у него небольшое преимущество, но, конечно, это покер, и я буду бороться до конца, так что посмотрим. Сегодня, наверное, важнейший или один из важнейших дней в моей жизни, это очевидно, а никогда я еще так близок не был к такому большому успеху в покере, и, наверное, скорее всего, уже второго такого шанса в жизни не будет, поэтому, не знаю, я и очень, с одной стороны, может быть, немного нервно себя чувствую, с другой стороны, очень стараюсь себя настроить, и куча эмоций внутри, естественно, это все. Очень тяжело описать. Единственное, что могу сказать, надеюсь, что у меня все получится, и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова